Архитекторы определили победителя всеукраинского конкурса по благоустройству склонов под бульваром Жванецкого. Для исследования сквера Жан-Элябур привлекли десятки специалистов. Прошлым летом волонтеры рассчитывали пешеходный, велосипедный и автомобильный трафик в этой зоне. Специалисты определяли и состояние здешних склонов. Затем для участников конкурса составили расширенное техзадание. Победителя в скором времени наградят призовым фоном в размере 120 тысяч гривен. Премии и поощрения предусмотрены и для участников, которые заняли другие призовые места. В пока еще заброшенном сквере Жан-Элябур под бульваром Жванецкого побывала моя коллега Нарина Щеглова. Склоны под бульваром Жванецкого наконец благоустроят. 83 человека и 30 проектов участвовали в открытом архитектурном конкурсе. Победителем стал авторский коллектив из Одессы. Вскоре тут появится логическое завершение Стамбульского и Греческого парков. Работа, которая выиграла, она отличается бережным отношением к экологии, бережным отношением к истории. И самое главное, те социальные группы, которые существовали сверху, снизу и горожане, они смогут себя найти теперь на этой территории. Человеку должно быть интересно гулять по парку и встречать неожиданно, либо ожиданно разные элементы благоустройства. Детские площадки, небольшие кафетерии. Кстати, самый важный аспект, который мы закладывали, это круглогодичность работы парка. Победитель демонстрирует высокий профессиональный уровень в решении вопросов безбарьерной среды. В частности, мы говорим о большом количестве пандусов и минимальное количество лестниц. А пока что на склонах можно увидеть только горы, мусора и ночлег для людей без определенного места жительства.